Поводом для этой встречи послужили требования, которые жители поселка Актау выдвигают в вопросе распределения получаемых по меморандуму средств. Завод Централазия Цемент готов выделить 10 миллионов тенге, но мнения, на что их потратить, у жителей разнятся. Частный сектор настаивает на решении общих вопросов, жители многоэтажек на ликвидации проблем их домов. Инвесторы уверены, в очередной раз финансировать нужды лишь малой части поселка это неправильно. И руководство уже потусало каждый раз, дома, крыши, бойлерные, которые ежегодно ломаются, потом лечения. Мы предлагаем уже с этого меморандума сделать что-то общее для всех жителей поселка Актау. Не для какой-то его части, не для какого-то дома, а именно для всех. И со следующего меморандума мы предлагаем заключать его на цели, которые для всех жителей поселка одинаковые. Однако требования по установке котла в одном из домов все же было услышано. На это может быть выделено 3 миллиона тенге, которые жители самостоятельно собрать не смогли бы никогда. Эти деньги могли бы пойти на строительство детской площадки для всего поселка, но власти пошли навстречу нескольким семьям и согласились проплатить именно эти работы. В ответ от жителей попросили создать КСК, которое бы несло ответственность за оборудование. Но ответ актива Актау не может не удивить. В такие рамки у нас сейчас поставили, что мне стоит задуматься вообще, как жить и что делать. Любой домком в Тимиртау был бы счастлив, если бы ему дали 3 миллиона на решение внутридомовых нужд. Но Актаусы на это не согласились, даже при условии, что за оформление документов им надо будет заплатить только половину суммы. Они признают, создание КСК автоматически придет тому, что жителям дома придется нести ответственность, а то и скидываться деньгами на ремонты. Но зачем это нужно, если заплатить могут другие? У нас кричать все могут, а делать ничего не может. Многие требуют, а отдачи никакой. Даже Централ Азио Цемент, чтобы вот что-то даже вот спасибо сказать, никто не скажет. Вы понимаете, потребители, я с вами вполне согласна, что в Актау у нас уже привыкли. Дай, дай, дай. Это потребители, и отдачи никакой. Это должен делать Айдос Ардебаевич. Не сделает, напишет. Вот и все. Такой подход делает жители абсолютно уверенными в том, что помощь им в любом случае будет оказана, а все формальности в виде КСК или ответных обязательств являются выдумками властей. А это дает им право диктовать свои условия. Например, безвозмездно выделяемый миллион на ремонт кровли, отчего не отказался бы ни один житель Тимиртау. Здесь воспринимается чуть ли не как подачка. Вот сейчас я вижу здесь, но кровля мягкая. Так, мягкая, я ужить против. А знаете почему? В тот год, в 2006 году, когда дали деньги, и денег было ваку, покрыли мягкой кровлей 42-й дом, 47-й и 45-й. После первого дождя кровля вся побежала, и до сих пор все жилье находится в аварийном состоянии. Апогея ситуации – это требование вывести горы с золы, с частных подворий. Жители Тимиртау делают это сами пару раз в месяц, заказывая мусоровоз и оплачивая за это по 800 тенге. Сумма небольшая, но и ее жильцы требуют нести в меморандум. Помочь с техникой по вывозу мусора возле домов, возле их частных, там частный сектор в основном у нас. В этом году на нужды Актау из Тимиртауского бюджета было выделено более 200 миллионов тенге. В нашем городе этого хватило бы, например, на ремонт дорог улиц Чернышевского и Степана Разина. Тимиртаусы берут многолетние кредиты на ремонты домов, а за свой счет делают ремонты в подвалах и выходят на субботники убирать мусор. Жители Актау хотят все это получать бесплатно и в полном объеме. Откуда у них такие привилегии – загадка для всех. Сложность ситуации состоит в том, что не использовать уделяемые по меморандуму деньги было бы глупо. Но и реализация приводит к тому, что жители многоэтажек лишь больше наглеют. Аким Тимиртау поставил перед жителями поселка условия. Либо они создадут КСК и получат средства на ремонт кровли и котлов, либо все деньги пойдут на строительство площадок и покупку путевок, в лагеря и на экскурсии для детей. Нет, нет, нет. Алексей Никоноров, Владимир Пороховой. Новости Тимиртау.